привет здравствуйте доброго дня мы начинаем наш прямой эфир сегодня посвящен он новинкам это новые скульптурные однофазные гели в трех таких потрясающе красивых нежных пастельных оттенков первый вариант это софт дейзи гель софт ирис гель и софт роз я уже проводила эфир в инстаграм сегодня начала делать маникюр при помощи этих новых продуктов и вот как раз один пальчик осталось осталось доделать завершить завершить начатое будем моделировать один ноготок и выполним на нем французское покрытие для этого я буду использовать оттенки неоновые из коллекции хит не он очень такое актуальное на мой взгляд сочетание нежных пастельных камуфляжей и неонового френча прям супер супер классно по летнему хочется еще лето у нас тепло поэтому мы еще живем летом гели эти у нас доступны уже в продаже можно посмотреть их на имя shop они представлены в 15 миллилитрах только в одном объеме стоимость продукт 1200 вот такие новые классные однофазные после полимеризации материал блестит имеет классной стойкий блеск я буду работать все равно в системе трехфазной то есть и использовать и базовое покрытие и финиш так не тот оставляю сейчас поработаю ирис у меня уже есть этот свет на безымянном пальчике немножко не очень нравится мне цвет отражение цвета на экране смотрю ну возможно это такой технический момент подготавливаю ноготок я выполнила аппаратную обработку теперь я его обезжириваю обезжириваю качественно хорошо так как сегодня уже и кремом пользовалась хорошо обезжирили далее nail prep используют дегидратан для того чтобы хорошенько подсушить ногтевую пластину новые скульптурные гели это классическая гелевая система нерастворимая соответственно нам нужно сухая ногтевая пластина подсушена обращайте на это внимание особенно если клиенты у вас имеют влажную ногтевую пластину это гипергидроз у кого-то поэтому нужно хорошо подсушить подсушили далее я наношу ультрабонд тонким слоем это грунтовочный препарат тоненько-тоненько без нахлёстов без какого-либо жирного блеска даю ему подсохнуть на воздухе и далее следующим этапом я буду использовать ультрабонд господи ультрабонд супербонд простите это базовое покрытие под классическую гелевую систему наношу ее достаточно тоненьким слоем с отступом от кутикулы таким втирающим растягиваю по поверхности излишек материалы быть не должно маникюр у меня конечно одной фрезой был выполнен на скорую руку немножечко и просушиваем 30 секунд подсушу дальше буду устанавливать форму гель скульптурный гель жесткий нерастворимый если вы моделируете небольшое удлинение в принципе до единичка полторы единички можно его же использовать в качестве подложки здравствуйте всем здравствуйте девочки можно его использовать в качестве подложки но уже для большей длины для нагрузки когда клиенты активно пользуются то конечно подложечку тоненькую я бы сделала можно это делать при помощи монофаза можно вот я сейчас форм гель клер взяла при привыкла им работать очень мне нравится работать буду при помощи кисточки лепестка выкладку делать и форма мне понадобится форму подготавливаю убираю чрезмерное удлинение мне не нужна большая длина снимаю с основы подклеиваю окошко жесткости он забираю и разрезаю по линии перфорации делаю небольшой овальный вырез для удобства постановки формы буквально чуть-чуть подрезала скручиваю форму фиксиров поперечном изгибе как раз таки окошко мне позволяет придать такую дополнительную жесткость форме и приступаю к установке завожу под уголочки и вставляю в середину фиксирую верхние боковые части сейчас я форму конечно выравниваю так как одной рукой себе ну не очень конечно удобно так фиксирую форму вставляю середину контролирую чтобы форма у меня ровно была установлена для этого я подтягиваю правую боковую часть это у меня ноготок совсем ушел в сторону так контролирую плотность прилегания чтобы мне не было ступеньки с внутренней стороны смотрю в центр формы смотрю на капельку смотрю на изгиб поперечный чем важно чтобы форма у меня была плотно и не образовывалось никаких ступеней то есть это в моделировании вариант абсолютно исключен и форма зажала проверила проконтролировала могу приступать к выкладке свободного края свободных для свободного края использую форм гель клер это прозрачные жесткие скульптурный гель я выкладываю его только лишь встык встык своему натуральному ногтю и определяю длину по длине сравниваю указательный с безымянным пальчиком с запасом на пил запасом на придание формы просто вот тоненько нам не нужна здесь большая толщина не нужна супер точность по форме то есть видите я на подложке просто только тонко размазала скажем так гель сделала подложку и подсушиваю время полимеризации у всех материалов и у скульптурных гелей в том числе две минуты я подложку подсушу 30 секунд и дальше уже буду выкладывать скульптуру в процессе у меня все полностью досохнет такие потрясающие три оттенка пастельные видно да по баночке количество используемого материала очень красивые плотно пигментированные позволяют исключить этап цветного покрытия мы сразу можем работать и выполнять французское покрытие можно выполнять сразу же дизайн экономить время и мастера и время клиента повторю безымянный цвет безымянного пальчика в указательном я его повторяю только цвет френча сделаю потом другой и приступаю к выкладке набираю небольшое количество материала и начинаю выгружать его на поверхность всегда выгружаю в центре так как в центре у нее максимальная толщина и потихонечку подталкиваю кутикули видно что цвет плотно наполняется вот уже тыкнула кисточкой рука дрожит на себе не очень удобно так подталкивая наполняя боковые поверхности с одной стороны с другой стороны и потом в центр также добавим капельку и протянем бачка наполнили здесь забираю чтобы не стекло и начинаю вытягивать на нужную мне длину возьму еще некоторое количество материала все сейчас я уже работаю с формой свободного края боковые параллели также опускаю с запасом на опил сейчас прям вот кверх ногами переверну и доработаю гель имеет очень хорошие моделирующие свойства он классно разравнивается он самовыравнивается это очень удобно в работе очень комфортные мастера которые работают нашим материалом первый слой просушим и второй добавим мастера которые работают нашим материалом по аналогии почувствуете что очень похож он на наши скульптурные гели soft pink soft nude повод качеству в работе по качеству выкладки будет вам очень комфортно по цветам цвета вообще просто на мой взгляд потрясающе подходят друг другу и конечно когда мы их выбирали тестировали хотелось чтобы это была такая вот единая коллекция цветных скульптурных гелей я бы сказала что коллекция это долгожданная беру прохожу вторым слоем видно после полимеризации блеск вообще шикарнейший глянцевый блеск у материала и именно поэтому гель считается однофазным потому что он блестит в принципе можно оставить если вы вот прям сильно спешите торопитесь можно даже оставить так без финиша выкладку сделать максимально четкую выполнить моделирование без опила можно таким способом работать можно и попилить мы с вами попилим немножечко я уже прям совсем запасом на опилы разошлась по толщине эти я буквально направляю его кистью и он сам ложится сразу вот прям идеально идеально выравнивается многовато выложила ну вот как раз и как раз и попилим сушим день не пекучий чувствуется некоторое тепло но при этом у него нет вот этого адского ай когда очень сильно больно когда сильно печет комфортно очень с этим материалом работать и мастеру и клиенту так после просушки после полимеризации мы ногтевую пластину будем обезжиривать обезжиривать и уже приступим непосредственно к опилу так но я 30 секунд посушила конечно маловато сейчас еще 30 секунд дам ему на просушку три вот такие потрясающие красивые оттенки пастельные под дизайн под френч я именно поэтому делаю френч сегодня потому что хочу показать что классно он смотрится и с белым френчем тоже будет очень красиво смотреться ну просто у меня такой вариант более скажем яркий с белым френчем это будет прям вот нежнятина такая красивая обезжириваю снимаю форму сняла форму вот такой ноготок сразу обезжириваю его и приступаю к пилу гель пилится очень комфортно достаточно мягко у него легкая пыль потому можно пилить пилочкой 100 на 180 единиц а например серой можно поработать пилочкой 100 на 180 единиц белая той которая вы любите по длине сравнили и начинаю опил выравниваю боковую параллель перехожу центру выравниваю боковую параллель с другой стороны так как я давала до материал выкладывала с запасом на опил обязательно мне нужно заложить толщину чтобы при открытие толщины торца она у меня там присутствовала смотрю в поперечную арку фокус чуть-чуть ушел смотрю в поперечную арку на ее ровность еще чуть-чуть подгоняя по длине толщина торца у меня открылась соответственно я могу приступать к пилу по поверхности арочка поперечная симметричная хорошая чистая и теперь пилю смотрю в торец сейчас опил начала с зоны свободного края то есть так как мне видно здесь толщина сразу и толщина торца и толщина свободном краю во всей поверхности свободного края и начинаю ее понижать понижаем обязательно при понижении толщины контролируйте торец потому что толщина торца должна быть у нас идентичная по периметру всего свободного края так подобрала и начинаю опиливать поверхность кутикула плавненько спускаюсь по боковой поверхности зачищаю границы выхожу в центр спускаюсь к другой боковой поверхности обязательно смотрю на изгиб вдоль хочется сделать его плавным поэтому от кутикулы я немножечко еще сделаю такое понижение и допилю на чистоту в принципе по времени много не занимает мы достаточно аккуратно выложили запасом на пил но и не очень много красивые оттенки потрясающе красивые ногти получаются я прям хочу еще попробовать еще не успела поработать с ними техниках с витражами я думаю что они будут очень прикольно смотреться с поталию с элементами такими декоративными будут классно сочетаться обязательно попробую и думаю что даже эфирную тему я обязательно обязательно проведу разворачиваю смотрю довожу довожу торец толщину приятно работать приятный материал рекомендую конечно мастером приобрести всю коллекцию потому что они очень круто сочетаются друг с другом и вот для моделирования можно на клиентах прямо посочетать на мой взгляд очень интересно смотрится этот вариант так ну сапилом по сути мы закончили сапилом закончили можно приступить к шлифовке при помощи шлифовщика также серый я беру 100 на 180 единиц выполняю шлифовку на шлифовку девочки обращаю такое особое внимание по той причине что мы будем выполнять рисовать на нем френч френч рисуем гель-лаками сегодня из коллекции хит неон гель-лак в отличие от краски гелевой имеет свойство немножечко как бы въедаться и растекаться в бороздки после опила вот те бороздки которые остались у нас отопила более грубым абразивом пилки для того чтобы этого не происходило покрытие ложилась максимально-максимально ровно я рекомендую все таки супер хорошо зашлифовать что пусть прям как яйцо поверхность было гладенько выполнили опил монофазом подложку можно сделать да можно сделать подложку девочки монофазом любым прозрачным материалом вы можете акригелем сделать подложку если вам так удобно совершенно спокойно да вот и под розовый цвет подойдет там тот же самый акригель кавер то есть любой материал который предназначен для удлинения свободного края не обязательно делать это форма гель-клером это вот просто моя моя любовь я очень люблю этот гель мне комфортно и удобно работать вот убер убрала полностью всю пыль и вот здесь там где я кисточка влезла не очень мне нравится сейчас девочки секундочку хочу до подправить немножко вот так мне нравится больше красивые неоновые цвета вот и хочу сочетание какое сейчас буду делать хочу попробовать все чтобы не все были разные поэтому 049 я возьму вот сочетание такого фиолетового оттенка очень классно с неоновым зеленым смотрится очень классно сочетается с оранжевым поэтому цвет адреналин прям ходовой такой ходовая такая история буду использовать по френчу показываю работаю объясняю почему работает так как мне удобно я френч гель-лаковый рисовать буду кисточка кисточкой старая кисточка от топа от гель-лаково ей вытираю всегда влажной салфеткой но остатки здесь предыдущие меня я люблю рисовать френч квадратной кисточкой удобно это делать прямо из флакона кстати если у кого-то остался адреналин еще и старой коллекции вас там будет как раз таки квадратная кисточка из флакона если мы рисуем french ну я до себе говорю вот если взять например обычную кисточку для френча гель-лак быть ложится очень тонко и возможно придется делать это даже в три слоя я заморачиваться не хочу в три слоя поэтому рисую квадратом сейчас покажу как прям из флакона набрала небольшое количество набрала небольшое количество смотрите выставила себе выставляю центр выставляю себе середину сейчас сравним по толщине до с предыдущими сочетание просто вообще бомбическая фиолетовая скульптуры и неонового оранжевого цвета я начинаю плавно менять изгиб подталкивая именно кисточкой девочки но на себе конечно просто кисточка я дохожу туда куда мне позволяет дойти кисть видите и фактически половинку я уже нарисовала в таком варианте вот видите я вытолкнула именно цветом и стянула в нахлёст вытолкнула цветом и стянула и пошла вот таким образом так как рисую кверх ногами сейчас у меня уйдет симметрия я разверну проконтролирую этот момент и выровняю опять туда куда мне позволило дойти кисточку видно сразу чистая граница фокус только надо подзабивается видите сразу чистая граница ровная она у меня не филенчатая нет необходимости брать там чего-то вырисовывать отдельно еще подтягивать посмотрите как классно сразу с первого раза вот этот прям я бы сказала лайфхак маленькая тонкая квадратная кисточка просто движениями вот веерообразными я нахлёст раскладываю линеарка здесь пользуюсь только для того чтобы подвести усики только для подвода усика взяла и протянула сочетание ну просто мега бомбическая адреналина и такой цветной скульптуры ну кайф же с одной стороны смотрите и беру усик просто линеаркой с другой у меня получается просто идеальная линия френча буквально за три секунды мастера которые боятся рисовать френч потому что нужно брать эту страшную кисточку скошенный этот квадрат пытаться что-то вырисовать вот взяли кисточку старенькая квадратная кисточка и пошли цветом выдвинулись тянули выдвинули и вот так в нахлёст веером эта техника еще тысячелетние мастера может быть которые учились много лет назад там 10-15 лет назад они знают что их учили френч рисовать квадратной кисточкой это нереально удобно смотрите какой радужный вообще просто бомбический сушим первый слой просушиваю чем кисть от топа во флаконе кисть от топа девочки чищу просто вот я вытащила от топа протерла ее так же как и от цвета протерла влажной салфеткой и я немножечко окунаю в базу гель-лаковую гель-лаковая база окунула и промыла а потом на хранение ее возвращаю просто в старый флакон можно во флакон с базой вернуть можно также во флакон с топом ну вот я от такого варианта просто кайфую потому что даже вот со сложными цветами с белым девочки с белым лотосом делаю точно так же белый лотос имеет тоже квадратные особенно те у кого там скажем так не вчера куплены да и сейчас в новом надо посмотреть я не помню там должна быть квадратная кисточка и это настолько удобно просто вот я цветом подгоняю немножко меняю траекторию движения кисти вот и все от такого френча просто кайфуешь когда ты делаешь такую работу ты видишь результат тебе нравится сразу ровно быстро ну в общем супер классно поэтому я буду очень рада если кто-то из вас попробует вот этот вариант возможно он вам тоже зайдет тоже вам понравится и вы будете в дальнейшем в работе его у себя использовать просто линеарка мне нужно я не прохожу уже по контуру мне линеарка нужно только исключительно для того чтобы вытянуть усики сушим после просушки покрывать будем уже сверху топом красивые цвета неоновые оттенки они сейчас актуальны в любое время года не только в летние из лето зима вообще осень сейчас очень много этих цветов и в одежде присутствует и в аксессуарах то есть вот прям смело делайте моделируйте и очень круто при этом они сочетаются с пастельными оттенками новых скульптурных гелей прям любовь моя я в восторге от этих цветов от их удобства работы от того что мы исключаем этап вот видите влажная салфеточка мы исключаем этап цветного покрытия просто супер экономим время мы понятно что сейчас долго разговаривали но достаточно быстро смоделировали ноготок и просто базой смочили смотрите как классно смотрится ярко сочно вообще просто бесподобно та комментария так боитесь кривизны вот девчонки про френч как раз таки я поэтому сказала что скошенный квадрат это какая-то паническая атака у мастеров они реально боятся рисовать скошенным квадратом потому что филенчатость какая-то получается если у вас что-то не получается ой салфетки влажные девочки обычные какие-то не знаю даже не читала там на них написано честно вот прям рекомендую взять квадрат и попробовать главное не бояться не бойтесь экспериментируйте сочетайте новые цвета новые оттенки берите новые скажем так инструменты пробуйте в работе дань все равно получится по любому получится главное просто вот я для себя такой способ подобрала хотя много лет работаю казалось бы там чего там этих френчей боятся перерисовал их уже тысячу но я для себя выбрала оптимальный вариант при котором у меня реально хорошо получается работаю пожалуйста любимая кисточка старенькая квадратная смотрите толщина у нас цвета на свободном крае присутствует поэтому при покрытии топом обязательно проконтролируйте вот этот момент я прям беру и стягиваю со свободного края чтобы у меня у . не образовывалась на стороне свободного края поэтому покрытие по финиш на оно должно быть конечно глянцевым должно быть чистая прям взяли и подтянули немножечко потратили да там на это время погоняли туда-сюда финиша перевернули сцентровали да зачем усложнять себе работу действительно я абсолютно с вами согласна все равно мы всегда стараемся максимально оптимизировать до свой рабочий процесс рабочее место поэтому вот такой вариант сейчас посушу посушу и посмотрим с вами уже окончательный так вот такие гели для меня для мастера моделирующего это прям прям кайф потому что не хватало конечно в линейке у нас очень красивые гели скульптурный и nude я очень люблю популярный он и pink но вот как раз таки не хватало красивых таких красивых нежных пастельных но и при этом разноцветных гелей вот наконец таки это свершилось удобный очень формат баночка 15 грамм это знаете такой вот самый идеальный вариант и не сильно большой да и не сильно маленький там маленького вам надолго не хватит но если только раз попробовать взять работу поэтому формат тоже 15 самый самый такой ходовой самый комфортный и удобный так топ у меня досушивается использовали мы в работе новые гели использовали девочки ну скажу достаточно старая до коллекция hit neon здесь базовые неоновые цвета собраны в этой коллекции актуальные в любое абсолютно в любое время года так ну что посмотрим давайте поближе смотрите какие прикольные радужные сочетании цветного камуфляжа и сочетании с неоновым цветом на второй руке буду делать себе этими же материалами только короткие сделаю короткий квадрат а вот так что вот такой результат получился пробуйте экспериментируйте не бойтесь новых каких-то решений как и цветовых так и технических спасибо всем большое за эфир рада была всех видеть если остались вопросы пишите пожалуйста и в комментариях всем хорошего дня девочки все всем пока пока